Второй час мужского понедельника на 101.0. Добрый день. Ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Сегодня 21 августа. Напомню, понедельник. Погоды-то какие стоят у нас в конце лета. Нам задолжала природа. Да, смотрю на прогноз. В середине недели, это и ближе к концу этой недели, вплоть до 30 со знаком плюс ожидается. Сегодня вообще 29 будет в пиковом моменте. Ну, стоит порадоваться, наверное, что летом будет провожать именно по такой погодке. Хотя бы вспомнить, что это такое. Что такое лето. Что такое лето, да. В нашей области, на Вятке, в Кировской области, да. Итак, у нас второй час, как мы и анонсировали. Собственно, мы поговорим. Мы, наверное, покопаться сегодня в себе решим, да? Ну, сейчас подожди, давай тему обозначим, в чем мы это вдруг решили, в себе покопаться. А давайте перед тем, как мы тему обозначим, Николай, мы напомним, я попрошу напомнить, вот, не знаю, анекдот это, не анекдот, история реальная, нереальная, которая как-то уже звучала. Ты имеешь в виду что? А, про три конверта. Вот это было бы прекрасным эпиграфом, мне кажется, ко второму часу разворотов. Да, это прекрасный анекдот, как выяснилось, довольно-таки древний и сопровождает жизнь в России. И, кстати, не только в России, я слышал его, в том числе и в одном из американских фильмов он рассказывается. Там, правда, два конверта. Такая универсальная вещь. Да, вещь универсальная, видимо, она вообще связана с системой управления. Она просто напомнит, да, когда новый руководитель приезжает, скажем, на предприятие, и его встречает старый руководитель и говорит, вот у меня тебе доброе пожелание, подарок такой, чтобы тебе легче было. Вот тебе три конвертика, когда будет плохо, открывай их по очереди, первый, второй, третий. Тот, соответственно, начинает руководство, начинает работать, ну, сам понимаешь, не клеится дело, да, но тут не то, тут не то, тут не то. Открывает первый конверт, там написано, вали все на меня. Он думает, ух, нормально. То есть ругает предыдущего руководителя, обвиняя его, чтобы плохо. Он здесь развалился, здесь долги нас загнал, здесь обворовался весь, здесь каких-то родственников, кадровая политика, все только из-за этого. Ребят, вот я пришел, все будет хорошо. Как мы как раз в первом часе говорили, кадровый опрос, да. Вроде какое-то время так спокойнее пошло, все так думают, да, 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 на самом деле, ведь смотри-ка, что. Проходит какое-то время, опять, ну, естественно, ну, раз. Опять затык. Опять затык, да, ну, открывая второй конверт, там написано, обещай. И он начинает, ребята, у нас сейчас все будет хорошо. Вот дайте мне там три года, за три года я предприятие выведу в передовые, там, зарплаты у вас будут 50 тысяч в месяц. Ну, короче, знаешь, объясню, сам знаешь, как люди у нас. Сейчас 50 тысяч, это ведь клоны, да. По Фрейду там. А, ну, может быть, да, проскочило. Напоминается цифра в последнее время. Люди, естественно, их охватывает энтузиазм, какое-то время опять же все смолкает, все нормально, но, сам понимаешь, ничего же не меняется. Опять возникает тот самый затык. Ну, что делать? Открывает третий конверт, а там написано, готовь три конверта. Вот так, видимо, у нас с тех пор, как в 19 веке этот анекдот произошел, так эти конверты друг в другую пишут. То есть понятно, о чем речь идет. То есть берется какая-то эпоха, какой-то период. Один руководитель действует по этой схеме, второй руководитель по этой схеме обещает, критикует сначала, потом обещает. Я видел этот анекдот в формате кавалерийского полка начала века, приходит новый командир кавалерийского полка. Я видел 30-е годы, новый руководитель металлургического завода. То есть понимаешь, он из эпохи в эпоху анекдот идет, и, видимо, ничего не меняется. То есть вполне можно прилагать и на предприятие какое-то, на какое-то сообщество, маленькое, большое, на район. На район. Как административно-тренированную единицу. На регион. Почему? В принципе, братья шире на всю страну. В общем-то, схема та же, когда приходит новый руководитель, он всегда обычно начинает отстраиваться от прежнего. Забавно и грустно. Ну, это какой грустный анекдот, я согласен. Грустно, да. Ну, а теперь конкретный повод, информационный для нашего второго часа, мужского понедельника. На днях на сайте областного правительства появился материал под названием «Будущее без долгов». Команда правительства Кировской области о долговой проблеме и повышении благосостояния кировчан. Вкратце, это новость переработана на нашем сайте, хакирова.ру, и она звучала в наших новостях. Так вот, о чем идет речь. Власти региональные пообещали нам комфортные условия жизни, достойные зарплаты и качественные дороги. И такая задача поставлена на ближайшие годы. Задача обеспечить все условия для роста благосостояния кировчан. Максимум через пять лет, вот я цитирую, да? Максимум через пять лет каждый житель области должен не только слышать о достижениях в промышленности и экономике, но и почувствовать их на себе. Вот как раз-таки почувствовать в виде достойной заработной платы, качественных дорог и комфортных условий жизни в родном регионе, то есть на нашем, Кировской области. Новость вызвала большой резонанс, надо сказать, на нашем сайте, хакирова.ру. Очень многие успели ее прокомментировать. Ну, например, сразу же первый комментарий. Тут есть отсыл к выборам. Мол, это все предвыборное обещание. Перед выборами всегда раздаются щедрые обещания, но для их реализации нужны многомиллиардные инвестиции в течение многих-многих лет. Откуда же это все возьмется? Там парируют, что все это будет, что временно исполняющие обязанности поддерживает президент, деньги будут. Следующий комментарий. Население никак не может понять, что за причина, что причина заключается не в плохом правительстве, а в пессимизме населения. Привычка жаловаться на все настолько укоренилась, что ее невозможно преодолеть. Ну и так далее, и так далее. Там много очень комментариев под этой новостью. Да, насчет пессимизма нашего с вами уж так, по большому счету, говорить. Вот что говорится в этом материале на сайте облправительства. Мы, люди, настолько к этому привыкли, к тому, что на протяжении последних лет в регионе в нашем не было изменений к лучшему. Мы к этому настолько привыкли, что даже, казалось бы, безусловно, позитивное событие теперь воспринимаем мы с оговоркой. Отремонтировали дороги, знак вопроса. Ну, мы думаем, что это ненадолго. Сойдет вместе снегом, асфальт. Сделали ремонт в поликлинике. Ну, а что сделали? Врачей-то все равно не хватает. Обо всем об этом нам региональная власть и сообщает. То есть, оказывается, все хорошо, просто мы плохо воспринимаем. Вот менталитет у нас такой. Вот давайте сегодня во втором части покопаемся сами в себе. Да, ну давай, во-первых, скажем, что... 211-101. 211-101. Давай не будем мы с тобой вдвоем копаться в сами себе друг в друге. Просто, как бы, может быть, и наши слушатели активно в этом примут участие, в этом разговоре. Во-вторых, конечно... Ну, не может быть, а мы вас призываем. 211-101. Да, призываем активно звонить и говорить в нас. Открытая студия, открытый микрофон. Открытый микрофон. И причем не обязательно ведь говорить, что мы на самом деле там все ругаем, там все плохо. А на самом деле, ну, отметьте, ребят, может, вы что-то видите, правда, хорошее. Да, вот вы можете чем-то парировать, опровергнуть это утверждение, что мы на последних лет в области никаких позитивных изменений не наблюдали. И впали в такую депрессию. Да, я как раз хотел сказать, что интересно, ведь у нас каждый год правительство отчитывается о работе за год. Каждый год это было и до... Перед законодательным собранием. Перед законодательным собранием, да, обязательно выступают и отчитываются. Это было и при Николае Ивановиче, это всегда было, да, и при Никите Юрьевиче, это сейчас вот при Игоре Владимировиче будет. И ведь мы каждый год, слушая этот доклад, видим, как много у нас меняется к лучшему. Ведь всегда же очень позитивные доклады, всегда очень большие проценты, там в два раза увеличили, в три раза увеличили. Это каждый год происходит. Там такая-то отрасль, там... То есть у нас неизменно идет улучшение. А тут прямо в этом сообщении, прямо топором рубит сама же власть, которая отчитывается раньше позитивных изменений, это о том, что мы не видели ничего на протяжении последних лет хорошего. А насчет оговорок, ну, понимаешь, я... Ну, смотри, вот давай, вот мое мнение насчет тех же дорог. Да, вот да, дороги в этом году делают очень активно. Даже не буду говорить про качество. Но вот смотрите, ситуация-то, мне кажется, в чем. Ведь их должны были делать-то и в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом. Их должны были делать всегда. Делали что-то там. И вопрос-то в таком. Получается, ситуация такая. Нам, в принципе, эти дороги-то задолжали много лет назад хорошие. Мы же все налогоплательщики здесь, да? Задолжали. Да. То есть нам, в принципе, сейчас возвращают, делают то, что должны были сделать 15 лет назад. Ну, скажем так, да? 10 лет назад, 15 лет назад. Нам возвращают наши. Так, извини, а почему должен быть оптимизм? Тебе, когда возвращают долг, конечно, рад, что тебе его вернули. Но, в принципе, его надо вообще-то отдавать вовремя. На то мое законное право есть, да? Да, то есть у тебя есть законное право, что это было там сделано тогда-то, тогда-то. Здесь нам делают то, что должны были сделать давным-давно, и при этом мы должны как-то очень особо радоваться, да? Ну, это примерно как. Вот человек придет к тебе в гости и скажет, слушай, у меня тебе подарок на день рождения, да? Я тебе на день рождения подарю деньги, которые я тебе задолжал 5 лет назад, да? Это вот мой подарок тебе. Или, например, я удочку кому-то одолжил. Да-да-да-да-да. И мне ее через 5 лет вернули. Через 5 лет вернули, да. Вот смотри. Это подарок. Это подарок. Тебе должен сильно очень радоваться. Поэтому, как бы, я пока еще не понял, вот, где эта кнопочка, где у себя нажать, чтобы вот радость-то это возникла. Я пока не понял, потому что, вот. И, соответственно, отношение у людей такое, они же не видят, что это сделано, что-то вот сиюминутное. Это старые-старые застарелые вещи, долги. Извините, ремонт поликлиник, они вообще должны быть отремонтированы всегда. Да. Это не вопрос того, что мы... Это обычная работа, и она должна вестись и раньше, и сейчас, и потом, и всегда. Это вот как, ну, вот, Володь, ну, так же испытывать радость от того, что ты пришел сегодня на работу, да? Это, наверное, праздник. Ура! Ура! Давайте сейчас. Люди делают то, что они обязаны делать, и они почему-то считают, что мы должны это радостно воспринимать. Это их работа, они должны ее выполнять. Так, давайте я сейчас перед небольшой паузой все-таки упрощу, да, эту информацию, а то было правительство. Может быть, утрирую и поправьте, если я не прав. То есть, уважаемые слушатели, 211-101, ответьте, пожалуйста, на вопрос. То есть, тем самым правительство говорит, что проблема в нас, да, в нашем мироощущении, восприятии, мировоззрении, да. То есть, проблема в нас или проблема в них? Раз вопрос. Второй вопрос. Пять лет для того, чтобы мы почувствовали и получили достойные зарплаты, качественные дороги и комфортные условия жизни. Вот такая обещалка. Пять лет. Вы доверяете этому? 211-101. Небольшая пауза. Жизнь станет лучше, жизнь станет веселее. Вот такой избитой фразой, да, мы сегодня оперируем во втором части «Москового понедельника». Собственно, нам об этом сказали, да, подождите только немножко. Пять лет и жизнь станет лучше и веселей. Вот насколько мы, как вы думаете, насколько мы так привыкли в черных тонах смотреть на все и воспринимать не самым лучшим образом? Не знаю, я не могу на себе это примерить, потому что я всегда там вижу, если хорошее солнышко светит, мы же всегда радуемся этому, да. Мы же не радуемся этому с оговоркой. Просто этому радуемся. Если что-то хорошо, то это хорошо. Ну, максимум через пять лет, да, как сообщает областное правительство, это вот удивительным образом совпадает с губернаторским сроком. Ну, у нас ведь вообще система планирования такая, связанная вот с этой выборностью. У нас все планируют на пять лет. И проекты, которые для отца дольше, пяти лет, они обычно не развиваются. Вот я как раз сейчас в перерыве вспоминал, мы общались с представителями агропрома, почему не развивается у нас, почему у нас мало производят мясо коровьего, скажем так, да? Говядину. Говядину, да. А мы на каком месте? Что я сейчас не вспомню, не вспомню. Но мы себя не обеспечиваем сами, наш регион. Близко, они близко, они практически не развиты, это отрасль мясного и животноводства. Они говорят, потому что там как бы срок вот этого, ну, условно говоря, окупаемости проекта порядка 12 лет, да, чтобы надо вкладывать. То есть на протяжении этих 12 лет нужно вкалывать? 12 лет вкладывать, да, после этого эта отца становится рентабельной, и дальше она уже приносит прибыль. Ну, соответственно, какой же, условно говоря, чиновник, избранный на пять лет, будет заниматься проектом, который при нем плодов не принесет, да? Нужны короткие проекты, эффективные, что вот я сегодня сказал, через год что-то вышло, да? А край тут пять лет, через пять лет, потому что снова выборы. Соответственно, надо вот такой срок и устанавливать. А за пять лет можно чего успеть? Ну, в принципе, если не развить такую продовольственную сторону. Если вернуться не к продовольственной стороне, то почему, собственно, развивают у нас свиноводство, или там птицу пытаются, потому что это очень быстрые деньги. Итак, у нас на связи сейчас Марина Сазонтова, руководитель Кировского горкома КПРФ. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день. Добрый день, рада приветствовать вас. Спасибо, что к нам присоединились. Мы вот тут с Николаем Голиковым озадачились. Нам пообещали счастливую жизнь максимум через пять лет. Об этом говорится на сайте областного правительства. Ну, и не так давно Игорь Васильев презентовал свою программу развития области, предвыборную программу. Так вот, насколько вы доверяете этому заявлению, что по прошествии этих пяти лет мы действительно ох, как заживем. Ну, и во-вторых, по большому счету, нас упрекает власть в том, что мы какие-то вот закостенелые. Да, мы привыкли видеть только плохое. И нам надо меняться срочно для того, чтобы жить счастливо, радостно, красиво. Вот как вы это воспринимаете? Вот, вы знаете, я на 5 лет сразу вспоминаю, как люди ходят по тротуарам, которые никто особо-то не ремонтирует. Дороги все начали делать. А тротуары, к сожалению, в таких выбоенных, что я знаю своих, вот когда тройняшек приходилось катать, да, каляточки, как это было сложно. А сейчас даже с одним... Внуков, внучек, вы имеете ввиду. Внуков, внучек. Но это не одно. Я хотела бы вот о чем сказать. Понимаете, заявления «жить красиво», они прекрасны, и кто бы их, так сказать, мог против них выступить. Но что получается? Вот смотрите, у нас сейчас в поликлинике стали все красивыми, да, внешне. Бережливые. И у меня даже информация вот по Циолковскому, где поликлиника. Приходят инвалиды, им говорят, а нет денег на бесплатное вам лекарство. И в то же время роспись вот этих картинок внутри по 6 тысяч рублей за квадратный метр. Это еще не все. Когда привозили вот там министра, да, Скворцову, провели по поликлинике, говорят, вот смотрите, над дверью, видите, вот все можно увидеть, кому заходить. Вот видите, какие у нас там диванчики. А если сейчас туда зайти, над кабинетами, вот над дверьми там никаких обозначений нет, все отключено. И вместо скамеечек, которые стояли вдоль коридора, да, остались там, да, диванчики. Но количество людей, пациентов, которые там, им негде разместиться. Вот когда мы говорим, почему мы красивое не замечаем, да, мы замечаем для кого? Для руководства, для верхних, так сказать, да, у нас слоев населения. А для тех, кому нужно этим пользоваться, мы не видим. Ну как же после этого, мы, наверное, да, плохие, мы только плохое видим. А как бесплатное лекарство инвалидам, а как эти очереди? Вот такой факт. И поэтому я, наверное, немножко Фома неверующая. У нас как выборная компания обещания сыплются. Вот мы когда с коммунистами идем на эти выборы, мы, например, никогда обещаний денег нет, да, надо просто смотреть, не распродавать имущество муниципальное, которое доход каждый год приносит. А у нас, посмотрите, сколько, я ужасающую цифру увидела. Оказывается, за годы войны Великой Отечественной фашистами было уничтожено меньше предприятий, чем уничтожено за вот эти нынешние, как сказать, как эти годы назвать нынешние, в которых мы уже живем 25 лет. Вот это странно. С 90-х вы имеете в виду, да? Да, да. СССР уже не стало. Да. Ну и Марина Сергеевна? Я не знаю, ответила ли я, но я сегодня словам не верю. Я по делам о людях хочу судить. Все прекрасно. Марина Сергеевна, еще все-таки вопрос такой вот насчет восприятия. Может, правда мы как-то вот, ну понятно, что диванчики менее удобные, ну, меньше людей входит, чем на скамеечки, да, и людям неудобно. Ну, а с другой стороны, все-таки, ну, красивая поликлиника стала. Может, давайте этому порадуемся или как? Ну, давайте спросим, радуются ли инвалиды, что им не хватает, так сказать, они не могут приобрести бесплатные лекарства. Вот почему-то они не радуются. Вот интересно, их надо бы спросить. Почему у нас сегодня не радуются те, кто лишен права полуторный прожиточный минимум, да, чтобы они могли спокойно ехать и пользоваться льготами, которые они заслужили? Почему у нас сегодня принимаются решения, которые противоречат Конституции? Нельзя принимать решения, ухудшающие положение людей. А у нас сплошь и рядом. Это вы имеете в виду вот этим ограничением? Почему сегодня женщины, которые пять лет от работы, не, пятерых детей имели, да, их лишили той надбавки тысячи рублей, которые получали, вот, когда в ЗАГС собрании мы были? Их надо спросить, почему вы не радуетесь? Ну, по крайней мере, натянуть улыбку, может быть, возможно, да, как-то. Ну, ладно. Ой, не знаю. Марина Сергеевна, на ваш взгляд, это сугубо такая предвыборная штука. Либо... Вот эти вот пять лет, они как-то еще так совпадают со сроком, да, вот, губернаторским? Нет, знаете, это получается своего рода, ну, как сказать, призыв к цензуре, ребята. Ой, так мультфильм вспоминаю. Помните, был такой детский в советские времена. Кто похвалит меня больше всех, тот получит большую конфету. А сладкую конфету, насколько я помню. Нет, большую. Большую все-таки, да? Ну, я помню этот мультик, да. Большую конфету, конфеты все сладкие. Ясно. Поэтому вот именно большую конфету. И так получается, что кто вот похвалит, значит, теперь можно только хвалить. А, понимаете, не критикуют тех, кого вообще не верят. Спасибо. Ясно. Спасибо, Марина Сергеевна. Спасибо, Марина Сергеевна. Ну, извините, я их диновко эмоционально. Да, нет, хорошо вы их мнение. Всего доброго. Ни к чему, что ты, Марина Сазонтова, руководитель Кировского горбкома КПРФ 211-101. Мы вас зовем высказаться в нашем эфире. Можно дозвониться легко прямо сейчас и обозначить свою позицию. Потому, ну, да, нужно нам меняться. Нужно нам проще смотреть, веселей. Веселей, веселей, радостней. И тогда все будет хорошо. И верите ли вы в то, что вот пройдет пять лет или не верите? Ну, я, опять же, понимаешь, я вот в данном случае, ну, человек, всегда в своем жизненном опыте, да, вот тот, кто наблюдал последние там компании предвыборные, условно говоря, там, начиная с конца 90-х годов. Ведь, собственно говоря, любой претендент, особенно, когда речь идет о претендентах, ну, реально от партии власти, потому что он имеет большую, обычно, такую аудиторию, хороший выход и все прочее. Поддержку. Поддержку, да. То ведь всегда же говорят, вот, да, вот, доверьте, условно говоря, управление мне, и вы там через такой-то срок увидите то-то, то-то. И обычно срок, как всегда, совпадает с губернаторским, чтобы можно было отчитаться по итогам работы, да, что вот я пришел, я сказал, я сделал. Вот. Но происходит почему-то так, что когда эти пять лет проходят, и приходит уже новый, да, как-то вот предыдущий не успевает отчитаться, и мы так и не понимаем, что он сделал, что он не сделал. И, опять же, напомню, каждый год... Это конкретно у нас в области было? Да, это всегда было, мы же так и не знали. И по стране вообще? Да, мы по стране, в принципе, какие-то итоги-то подводятся, вот, губернаторских, президентских вот этих вот сроков, да, но обычно они не совпадают с теми обещаниями, которые были даны до того, как. Есть же даже, по-моему, целый портал в интернете, где перечислены все обещания Владимира Владимировича Путина, данные им там начинают удвоение ВВП и так далее, которые... Да, 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 и поединой России там тоже много. Которые были даны, озвучены в свое время, и которые были невыполнены и благополучно забыты. Поэтому я вот за счет, вот, насчет этого опыта вот в этой стране, я не понимаю, почему вдруг вот новая команда, вот они вот сказали, да, вот 105 лет, и они именно сделают. У меня тоже есть определенный скепсис, скажем так. Я буду только рад, если это произойдет, да, на самом деле. И ты будешь рад, и все будут рады. Кто же будет не рад, если мы будем жить лучше? Максимум через пять лет. Максимум через пять лет. Может быть, и через год уже. А может, и через три. И опять же, в чем права, Марина Сергеевна, что, опять же, если люди не будут примечать, да, вот как мы сегодня здесь говорили буквально в студии, да, сделали дороги. Но, извини, люди заметили, что дороги-то сделаны, а съезды-то с дорог ни во дворы, никуда не сделаны. Там прыжка-примпрыгать приходится, скажем, тем же инвалидам. Это довольно-таки сложно и хлопотно, да. Или там, вообще, что касается доступной среды, вот недавно тоже звонила слушательница. Вот тот же кинотеатр «Октябрь», да, недавно мы о нем говорили. Все там красиво, да. Все здорово, все для пенсионеров прекрасно сделано, да. Но ты не обратил внимания, там вот эта лестница огромная, там ведь нет ни одних перил. А, кстати, да. И вот представь, это сейчас где-то и радостно, да, еще как-то по этой лестнице подняться можно, представь, наступает скользкое время года. И как вот именно аудитория этого кинотеатра, это люди возрастные в основном, да. А вот этого нет, вот мы говорим про какое-то... И опять же скажут, что я с оговоркой радуюсь, да. Но ведь это уже будет очень серьезная вещь. То есть человек просто не сможет подняться, нетравматично будет лучше. А у меня, кстати, еще претензия к тому, как сформулированы вот эти заявления, да. Ну, это не только сейчас, и не только этот случай, это так зачастую бывает. А почему бы не персонифицировать, собственно? Почему бы не говорить? Я, Игорь Владимирович Васильев, обещаю, что максимум через пять лет у вас будут достойные зарплаты, комфортные, качественные дороги и так далее, и тому подобное. Да, ну и тут еще, понимаешь... Так как-то мы вроде бы так все обтекаем, и мы должны... Ну кто? Там запрет, даже гуземская, кто ответственный? Мне еще вопрос такой, а в чем ответственность состоит? Ну не будет этих зарплат. В чем будет ответственность состоять? Ни в чем. Человек закончит свою работу. Кстати, по зарплатам по 50 тысячам, это тоже ведь было озвучено уже на днях. Через пять лет у нас, или через сколько там, средняя зарплата старшего медицинского персонала, то есть врача с вашим образованием. 50 тысяч рублей. Среднего... Даже когда во дворе клятву, там зуб даю, что вот я сделаю то-то, то-то. Не сделал, так давай зуб, да, или там ешь землю, или что-то еще. Здесь же этого нет. Я когда прочитал, я аж подпрыгнул на месте. У меня супруга, собственно, средний медицинский персонал. Я говорю, Татьяна Сергеевна, ты веришь, что через пять лет ты будешь получать не менее вот такой-то суммы? Так как уруглила глаза, ничего не сказала. У нас и звонок, да. Алло, добрый день. У нас с нами Николай Пихтин, наш коллега, общественник. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Давайте покопаемся сами в себе. Вот я имею в виду жители города, жители регионов. На вас жулят. Мы что, действительно так плохо смотрим на вещи? Вот всегда склонны к тому, что все будет нехорошо. Вот если что-то сделают, то сделают не так, коряво. И надо менять свое мировоззрение. И вот тогда, через пять лет, все будет в шоколаде. Нет, конечно, пессимизм есть у народа, потому что он основан на том, что до этого было. Обещаний было много, но результатов не очень, поэтому как бы вполне естественно. Это тоже для вас пустые обещания, вот нынешние? Ну, я бы не назвал так пустые, я бы немножко по-другому сказал. Дело в том, что вот я посмотрел эту программу, эту программу может любой кандидат написать. Или вы, или я. Она как бы подразумевает естественные шаги развития области, которые запланированы были еще давно. Вот действительно, вот вы правильно сказали, а персональная ответственность, а где личное его участие кандидата? Мы за все хорошее против всего плохого. Ну, почему? В рамках развития области. Ну, нет, ну, это, конечно, безусловно. Но, понимаете, если бы сказали, я так образно скажу, вот рост повышения там будет всего-то на 3%, а Василий сказал, а я обеспечу 5%. Вот это есть о чем-то говорить. А как бы запланированное, ну, за свое выдавать, ну, это как-то неправильно. А где мы, собственно, должны подпитываться этими позитивными, хорошими эмоциями? Где, собственно, или нам авансом? Вот так вот просто настроить себя. Вот хорошо, все, отбрасываю свои там взгляды, все скепсии своеобразовые, вот даю аванс власти. Хорошо, ребят, я вам доверяю, вот год буду радоваться только за все происходящее. Нет, ну, это, во-первых, создание хорошей, благоприятной среды в области. Это устойчивость какая-то. Это выполнение своих обещаний, создание хорошего инвестиционного климата. Устойчивого нормального. Мы же видим наоборот. Люди, предприниматели из области побежали. Причем довольно массово. Так, может, они тоже бегут и по той же причине, что не могут светлое в перспективе увидеть и вот только из-за того, что они посвящены, что вот и убегают, да? А может, им надо как-то изменить свое сознание, поверить в эту область, сказать, нет, я здесь останусь и через пять лет у меня тоже бизнес будет процветать? Костми тут лягут. Николай, я несколько таких дещаток, если не больше знаю, предприниматели, общаюсь. Они так и говорили, но в результате ушли. Кстати, в сообщении правительства говорится о предпринимательстве огромную роль в развитии экономики играют представители малого и среднего бизнеса. В прошлом году мы поддержали почти 800 предпринимателей. Получили бизнесменов порядка одного миллиарда рублей. Владимир, это слова. Это слова. Я вот убежден, что предпринимательству не надо ничего помогать, ему не надо мешать. И тогда он обеспечит себе счастливое будущее. А другой кошмарят. Ну, как-то. Хорошо, Николай Анатольевич, спасибо, что пообщались с нами. Спасибо. Николай Пехтин, общественник, наш коллега. 211-101, наш номер по-прежнему активен. Телефон работает, все в порядке, вы можете дозвониться и высказать свою позицию. Доверяете ли вы вот этим планам, обещанным, временно исполняющим обязанностям? Считаете ли вы, что максимум 5 лет и все заживем хорошо? Нет, и то, что если вы начнете на все это смотреть с какой-то большей толикой оптимизма, то и жизнь станет лучше. А как? Вот как? Где мне, на что опереться-то? Где база-то? На что встать-то, чтобы я смотрел-то лучше-то? Ну, я к тому же не согласен, что за последние 5 лет у нас не было позитивных изменений. Я как раз об этом и говорил. Не происходит, не происходит не только в Кировской области, не происходит во всей стране, да? А не происходит в таком спокойном, плановом порядке. Так, к нам слушатели присоединяются, до рекламы успеем пообщаться. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Мария Ивановна, мы вас узнаем, вы наша постоянная слушательница. Вы знаете, я только скажу два слова. Нет, больше говорите, мы вас с удовольствием послушаем. Да, ну, очень приятно с вами общаться. Дело вот в чем, у меня сестра, она в Кузнецке живет. Это Кузбасс. Да, да, Кемеровская область. И вот у них выбрались снова Тулеева, он уже несколько лет. Вот нам бы такого Тулеева, у нас бы мы жили нормально, и было бы все хорошо. А нам бы такого Тулеева, это какого такого? А у них сейчас Тулеев, сейчас снова его переизбрали. Это он этот, ну, как на место, как у нас Васильев. Ну, понятно, губернатор Кемеровской области, да. А какого такого-то, качество хотелось бы услышать, не знаю. Ну, он все для народа делает. Они говорят, мы за него вообще, если его не будет, не знаем, как будем жить. Так вы знаете прекрасно, что к команду Тулееву много претензий с другой стороны, есть много недовольных. Я не знаю, но по крайней мере, его снова выбрали. И они все в восторге от него. Вы за то, чтобы Тулееву поменять на Васильеву? Да, вот такого Тулеева бы нам. То есть нам бы Тулеева? Нам бы Тулеева. Тогда оптимизма у народа добавится. А может нам бы Сталина? Ну, нет, Сталина не надо. Не надо Тулеева. Очень много людей погибло бы опять. Мария Ивановна, вы, вот как все-таки к этому утверждению, сообщению областных властей, что мы не привыкли смотреть хорошо на вещи. Всегда привыкли сомневаться. Да нет, мы привыкли на вещи смотреть хорошо. Но просто нам товарищи не дают смотреть как следует. В смысле? Ну, чтобы все было как надо. А, ну то есть... Чтобы люди жили хорошо. У нас только, понимаете, говорят, что вот это, 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 мы должны сделать это, это. Они должны, но ничего не делают. А мы все ждем чего-то. А жизнь-то идет, жизнь одна. Насколько вы доверяете тому, что пройдет максимум пять лет, и достойные зарплаты, и качественные дороги, и комфортные условия жизни, все это будет в реалии. Да нет, такого никогда не будет. Это в сказке только. Это будут жить только мэры-пэры, и очень все приближенные. Они вообще как-то, живут при коммунизме давно уже, при настоящем коммунизме. А остальные нет. Это так. То есть нет у вас доверия к этому? Нет, нет, конечно нет. Хорошо. Спасибо, 211. Извините. Нет, все хорошо. Спасибо вам. Что здесь извиняются-то? Ну что вы? Мы вполне на равных с вами. У каждого есть возможность высказаться в нашем эфире. 211-101. Реклама сейчас должна у нас быть, она обязательно будет, и будем возвращаться к разговору через пару минут. Мужской понедельник. Не так много времени остается до завершения нашей программы, и мы хотим с вами, наши слушатели, пообщаться. 211-101. Хотим услышать вашу точку зрения по поводу того заявления, которое на днях сделало областное правительство. На сайте kirofreq.ru можно это все почитать. Мы именно оттуда это все берем. Это не сказки. Будущее без долгов называется материал. И главное, просто сформулирую очень коротко, что через 5 лет у нас все будет хорошо, а чтобы у нас все было хорошо через 5 лет, нам уже сегодня надо изменить свое отношение к происходящему и радоваться жизни. Как проснулся с утра? Да. Вышел в грязный подъезд? Да. Ну, грязный подъезд. Вышел, лучше взял метелочку и подмел. Вышел во двор раскопанный, где меняют подземные коммуникации. Да ерунда. Сломал ногу, подскользнулся зимой. Марина Сергеевна, как сказала про тротуары, дело в том, что я часто хожу по Краснодарской улице, где я провел свое детство. Я в детстве любил прыгать через эти трещинки на асфальте. Я их запомнил. Вот они все те же. Там асфальт не менялся очень много. Я, знаешь, оптимистично к этому отношусь. Настальгически. Вот понимаешь, столько лет прошло. Это уже налет лет уже. Да, да, налет лет. Настальгия. Вот столько лет прошло, а этот асфальт до сих пор цел. И те же трещинки на нем все. Я иду и думаю, как же я здорово прыгал, когда был маленький. То есть, понимаешь, тоже можно относиться даже к поганому асфальту. Замысловатости человеческого сознания. Вот. Но у нас есть, насколько я знаю, еще желающие высказаться по этому поводу. Да, мы с удовольствием послушаем. Алло, добрый день. Да, добрый день. Добрый, как вас зовут? Андрей. Ну, Андрей, вы в курсе того, что мы сегодня обсуждаем? Очень хотим услышать вас. Итак, готовы вы менять свое сознание? Доверяете ли вы этому обещанию изменений к лучшему через пять лет? Доверять-то не получается никак. Просто хотелось бы верить, что что-то будет лучше, но никак. Почему? Потому как все это делается. То есть, все дороги делают не по технологии абсолютно, как попало как 10 лет назад, так и сейчас. И все то же самое. Ремонты в больницах тоже самое. И материалов, которые недопустимы в отделке таких помещений. А вы как профессионал судите или это ваше, ну, так с потолка взято? Ну, вот я ГДМС когда-то работал, видел, как это делалось, как делать говно и как вот сейчас тут делается. А, ну, то есть, я тоже занимался. То есть, вашей оценке можно доверять, она как объективная, вы как человек потрудившийся, в соответствующей сфере? При том, что вот с ГДМС все начальство и так далее знает, что вот так не надо делать, а все равно делают. То есть, просто махают рукой и говорят, делайте так, не пофиг. Почему в регионе не наблюдали много-много лет, говорится в заявлении? Их и не будет. Нет, вы согласны с тем, что не было их много лет? Вот ничего, не было, так они появляются на несколько месяцев, а потом снова исчезают. Например, те же дороги, которые два месяца, по которым два месяца можно поездить. И в этом году уже по ним не проехать. Причем в прошлом году делали ремонт, ведь смотри, как с общественным контролем, в этом году тоже. и все равно ведь весной это месяца снегом. И мы смотрим на эти дороги прошлогодние, по ним уже не проехать. То есть, ну, о всем тут говорить. Что-то как-то грустно получается. Все равно как-то грустно получается. Ну, все-таки, лучик света, света-то есть, что-то. Что-то нехорошее произошло за последний год хотя бы, да? Да, как такового даже и не наблюдаются. Вроде что-то делается, кипиш какой-то, изображает бурную деятельность, кипиш идет. И он не меняется. Да. Тоже грустно, грустно, конечно. Хорошо, спасибо, что позвонили нам. 211-101. Как-то вот не весело у нас все получается. Как-то вот не получается у народа перестраивать свое сознание. Вот я, между прочим, проснись и почетом. Да, насчет сознания. 211-101, есть еще время. Интересно, пока минутка есть, скажу, я тут посмотрел статистику, сейчас она немножко изменилась, по алкоголизации. Ты заметил, что у нас... Вот я... Слово меня бесит, честно говоря, алкоголизация. Что под этим подразумевается? Выпил 250 грамм или выпил полтора литра водки. Что такое алкоголизация? Это просто термин такой забавный. Вот. У нас, понимаешь, у нас, во-первых, риторика изменилась. Заметил, она сейчас активно не борется с пьянством. Во-вторых, позитивные такие изменения. У нас снизилось число отравлений алкогольной продукции. Снизилось. У нас... А из-за чего? Снизилось число пьяной преступности. Но повысилась продажа водки, повысилась продажа пива, алкоголизмом. Так сразу все пошло к лучшему. Понимаешь? Оказывается, есть позитивные это изменения. Вот. Хорошо. Запомнили. Хорошо. Алло, добрый день. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, убавьте радиоприемник. Очень некомфортно будет общаться. Сейчас убавлю. Сейчас, сейчас. Подождем вас несколько секунд. Действительно. Вот, все нормально. Да, на будущее всем, кто будет звонить, убавляйте радиоприемники. Здравствуйте. Прива Николаевна Геннцева. Да, достойные зарплаты, качественные дороги. Владимир, вы первую фразу сказали, что правительство сказало, что через пять лет мы будем хорошо жить. Да. А кто мы? А кто мы-то? Мне кажется, они о себе говорили. Они зарплаты запросили, доплаты запросили, еще чего-то с леса получат. И через пять лет нам помажут ручка и скажут, мы будем жить хорошо. Нет, смотрите, там какая осторожная очень формулировка, аккуратная, максимум. Через пять лет каждый житель области должен не только слышать о достижениях в промышленности и экономике, что такое слышать о достижениях, понятия не имею, но и почувствовать их на себе. То есть вы должны чувствовать на себе. Владимир, извините, пожалуйста, сказали, что надо быстренько сказать. Я хочу сказать о медицине. Пожалуйста. О медицине. Меня прихватило пус желудка, я пошла к врачу, загибалась буквально в смысле слова. У меня мама от рака умерла. Я думаю, ну все. Палона к врачу не было. Пробилась через порог. Говорю, Владимир, спасай, ради бога, умираю. Говорю, мне надо вот желудок, ну эту, как вот лампочку, на лампочку. Смотрю, она куда-то позвонила, сказала, мне бы вот там подали место. Значит так, и пишут мне направление. 27-го, значит, туда, на лампочку, все прочее. Я гляжу, говорю, Владимировна, да ты что? Сегодня 27-го число, я же не успею. Она ей говорит, смотри, месяц, через месяц, через месяц. Я говорю, Владимировна, да я умру через месяц. Вот так пришлось ливти наша медицина. Бережные аптеки, бережные поликлиники, поликлиника, никого нет. Правильно направлено на обследование через месяц. Чего говорить-то еще? Чего говорить? Люди-то, ой, ну просто даже вот высказаться, высказаться невозможно. Это, простите, пожалуйста, мою я, просто я возмущаюсь этим, возмущаюсь, да, нам уж как быдло нас считают. Забыдло. Чего на лапши, на уши навешают, то и народ все аплодирует. Давайте уже 76% за этого всем. Говосуем 76%. Говосуем, ребята, выходите, голосуйте 76%. Извините, пожалуйста, я позволю себе сформулировать самостоятельно. То есть, насколько я понимаю, вы считаете, что власти в какой-то другой реальности вообще живут. Так, можно так сказать? Алло, или уже у нас нет связи? Ну, ладно. Ну, хорошо. Ну, можно понять и так, потому что помнишь... Другая, да, реальность? Да, другая реальность. Это старый, опять же, если я на анекдотах, горит старый еще советский анекдот, когда возвращается, по-моему, Чукча, да, со съезда партии и говорит, помнишь лозунг, все во имя человека, все для блага человека. Так вот, я видел этого человека, вернувшись со съезда партии, говорит Чукча. Боюсь, что у нас это может быть выглядит точно так же. То есть, все улучшится для кого-то. 211-101. Есть еще возможность дозвониться, нам у нас есть минутка. Ну, кстати, сама программа, представленная временно исполняющим обязанностям губернатора Кировской области, она уже опубликована, в том числе в средствах массовой информации, много там, чему внимания уделено, можно ознакомиться. Я думаю, сегодня не будем, собственно, посвящать, да, всей этой программе, нашей передачи. Я, по-моему, в каждую квартиру принесли уже. Конкретно, да, кстати, да, в перерыве я говорил о том, что и мне накануне. Положили в почтовый ящик эту газету, он не успел еще ознакомиться, но я думаю, что практически все. Из этого я уже знаю. Примем еще один звонок? Хорошо, принимаем звонок, и мы приветствуем в нашем эфире Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Олег, добрый день. Мы сосредоточились сегодня на обсуждении вот того заявления, которое сделало областное правительство, что максимум через пять лет мы почувствуем, почувствуем, почувствуем вот реальное улучшение и по зарплате, и в комфорте, и в условиях жизни, и так далее. А еще областные власти нам говорят о том, что люди, да меняйте мы свое мировоззрение-то. Как-то вот радостней, светлее смотрите на происходящее, и тогда все будет хорошо. Олег, разумно поступает областная власть в этом? Ну, люди радостно смотрят на жизнь, но, к сожалению, вот в тех программах предвыборных, которые там опубликованы, в частности, временно исполняющего кандидата, губернаторы, вот не видно вот этого оптимизма, то есть не заражает оптимизмом. А то есть там вы даже оптимизм не находите? К сожалению, сформулировано в таких словах, то есть не социальное развитие, а социальная поддержка. К сожалению, то есть выбрана консервативная повестка, и для меня вызывает удивление то, что сконцентрировано все на оборонных предприятиях, то есть какой-то мобилизационный такой вот бюджет, и удивительно то, что у нас, насколько мне помнится, было всего четыре оборонных предприятия, а доля промышленности, львины этих оборонных предприятий, то ли у нас вся промышленность скукожилась до небольшого количества оборонных предприятий, то ли оборонными стали все обычные предприятия. Все работают на оборону. Поставили под дружье, да. Ну и все-таки, Олег, вот эта цифра в пять лет. Насколько вы доверяете? По прошествии пяти лет у нас вот заиграем, запоем. Пять лет это реальный обозримый срок, на который имеет смысл планировать свою деятельность кандидатом к губернатору. Собственно говоря, именно об этом и говорят, а вот насчет того, что верится или не верится в конечные какие-то цифры и показатели по итогам этих пяти лет, ну не знаю. Мне кажется, что это слишком приподнято и выдается желаемое действительнее. То есть это ваша личная позиция. Скорее нет, чем да, да? Скорее нет, чем да. Я этот вывод делаю на основании того, что написано в официальной предвыборной программе. То есть нет развивающих вещей, нет стремления прыгнуть выше головы. То есть в этой программе мы пытаемся догнать свои прошлые достижения. То есть просто поддержать то, что уже есть. То есть такой инерционный сценарий получается, да? Встримы в четыре раза. И по инерции будем катиться дальше. К сожалению, грустно. Грустно. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена ОПКО. На этом мы закругляемся. С Машским понедельником, да? Время уже мы немножко перебрали. Спасибо большое, Олег. Вот так, простите, Николай Голиков. И Владимир Смитарин. Передаем слово нашей коллеге Ольге Близиной. Сейчас выпуску новостей будет. Всего доброго. До свидания. До свидания.